Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Номер 1004. Событие дня. 2 Тимофея 2.11.13. Верно слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен. Ибо Себя отречься не может. Ну и объявление. Дмитрий. Вчера это было говорено. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Слушаю ваш ролик по теме отца Владимира Головина. Вроде ответы по конкретной персоне. А столько много одновременно слышу для себя по самым разным вопросам. Истина, мудрость с благодатью Божией в ваших устах. Причем объемность ваших ответов такова, что, кажется, их рукой потрогать можно. Спаси Христос. Я пишу Сергею. Сергей, мир вам, дорогой наш брат, страдали с Сергеем. Вопросы к вам. И ответ желателен сразу же. Кто составил этот ролик? Ролик там Игнатия Лапкина нужно обличать. В комментариях к этому видеоролику я поместил тут же утром несколько выдержек из своих же книг. Ответы епископов и прочее похожее. И ни слова не добавил к нынешнему их разговору. Но мои комментарии тут же и исчезли. Я снова их скопировал, выставил и снова бесследно они исчезли. Или кто-то их удаляет. Как, дмуха, или что? И как сделать, чтобы они остались видимы и считаемы всеми? Делается надо так, что кто-то на свой канал перетаскивает мои ролики и там делает любые скверные комментарии, их уже не удалишь. Я же хочу дать лишь сведения, которые многим даже и неведомы. Может быть, чтобы кто-то на свой канал выставил этот ролик и туда поместил бы я свои выдержки, как комментарии. Дальше мне Сергей ответил, а тут нету, что может быть Виталий возьмет. Я отвечаю, жаль-то как. Виталия попросили до обеда сегодня в субботу попасти, 15 сентября 2018 года. Он на поле сейчас, а завтра уже выезжает домой после торжества. Престольный праздник у нас завтра в Потеряевке. Юрий Соболев. Об этом из какого-то ролика Дудина уже слышал, что отец Геннадий вас призывает обречать в вас. Это для меня лично неудивительно, ибо живем рядом по российским меркам и в различных вариантах подобные от разных людей и долетают до нас из Хакасии. Для меня же сегодня не новость, ибо знаком с вашей перепиской с батюшкой, уже там отец Геннадий высказывает вам свои основные претензии. Делать это не за глаза, но прямо, согласно Иоанна 18, 23. Ну а то, что отец Геннадий призывает к обречению, это тоже нормально, ибо так говорит нам Святая Библия в Галатах 6, 1. Дабы брат не погиб, обличи. Но для подлинного христианского обречения нужен талант. Умение в духе кротости так написано. Так ли обличают те СД-хулители, что бродят подли вас? Самое же главное, для того, чтобы обречать, ты сам должен быть совершенен, непорочен, евангельский пример апостол Павел. И об этом, Игорь Тихонович, я вам тоже не раз писал, размышляя о трагедии православной инертности. Рожденный свыше человек более занят своими бревнами, нежели сучками в очах близких. Полагаю, отец Геннадий, как знаток Священного Писания, это прекрасно знает и понимает, и, кроме того, воспитанный в духе сыновья и почтительности, не дерзает на сие, если он видит причины для обречения. Это внутреннее состояние почтения перед отцом родным и тем паче духовным. «Быть может, я баран православный, из вашего недавнего ролика, заимствую выражение, или лапкинозомбированный, или духовно слепой, для меня эти эпитеты – музыка для ушей. Но только в вашей жизни и в вашем служении я вижу разлитый огонь, присутствие Святого Духа. Ибо я к нему реально прикоснулся, и он реально греет меня и мой дом. И повторю за тем первосвященником, на что мне еще здесь свидетели в этом вопросе. Вы всегда, Игнатий Тихонович, в моей благодарной молитве Господу нашему и Богу Иисусу Христу. Храни вас Бог. Рахиль, поздравляю вас, добрый наш духовный отче. Посмотрела ролик с двумя ДС, и опять беседы не имеют, а только рогами стучат. Игнатий Тушенко, как же хорошо становится от таких видео, сразу понятно, кто есть кто. Поп, в кавычках, моментально сошелся с таким же ярым безбожником, и теперь уже вместе скалят зубы против живого исповедника веры православной. Собственно говоря, давно было понятно, что человек этот пробил дно, но теперь он решил заглянуть еще глубже. Интересно, что дальше будет? Прямой эфир из преисподней? Отвечаю. Сейчас на этом ролике у них я выставил уже семь комментариев выдержек из книг своих обо мне. Можете прочитать? Юрий Соболев. Это я советую всем даже. А вот то, что православный священник отец Сергий пляшет под дудку еретика, имея тем самым дружеское на общение с неверным, выступая против своих же братьев православных, какими бы они ни были с его точки зрения, не делает ему чести. Или я? Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Мир во Христе. Я уже с 2017 года смотрю ваш канал и много полезного для себя принял. Познакомился с истиной православия и полюбил Святую Библию. Я знаю, что все надо сверять со Священным Писанием. Но хотел бы знать ваше мнение. Если у вас будет свободное время, не могли бы вы в связи с событиями с Церковью на Украине посмотреть насчет этого события? Явление Спасителя Господа нашего Иисуса Христа в 1926 году в Близи Киева. Вот здесь есть описание, и если вам удобнее, я прикреплю еще документ с этим описанием. Вот еще некоторый материал, который я смог найти в интернете. На месте явления Спасителя митрополит Павел осветил на купольный крест храма. 88 лет прошло со времени явление в окрестностях села Демидов в 1926 году двум пастушкам-отрокам Николаю и Емельяну, Господа нашего Иисуса Христа. 30 июля 1926 года, в 8 часов утра, недалеко от Киева, между селами Демидово и Глебовно, двум мальчикам-пастухам, Николаю 11 лет и Емельяну 14 лет, было явление Спасителя. Слава Богу за все! Спаси Христос вас и всех нас! Отвечаю. 1 Коринфянам 1, 22. Ну и еще тут два стиха попутно, что об этих чудесах мы знаем. «Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазна, для еленов безумия, для самих же призванных иудеев и еленов Христа, Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрые Божии премудрие человеков, и немощные Божии сильнее человеков. Как говорит святой Иоанн Затаус, «Мне не нужны чудеса, ибо их может творить и волк силою дьявола. Нам нужно быть Вадимом и Духом Святым, жить по святым заповедям Божьим». Подобное было в Португалии. Вот тут, почитайте об этом на нашем сайте. Вот здесь вот. «Фатимская весть. Трагедия или надежда». Страница 358. Что у них «Фатимское чудо» – это от сатаны было, не от Бога. Виталий, добрый плотник. «Виталий, это тысячи мужчин, которые в один голос взывают о решении своих вопросов. Игнатий Тихонович учит тысячи через одного. Каждый может увидеть себя в лице Виталия. Очень живая беседа «Нагловатость» в кавычках Виталия играет нам на руку, раскрывая Игнатия Тихоновича в роли настоящего учителя для нас. Андрей Кураев. Я за автокефалию каждого человека. А всякие претензии за чутоканоническую власть над чужой совестью и молитвой полагаю пережиткам столь же смешным, пока он остается в голове претендента. Сколь и опасным, если претендент эти свои фантомы услуживает для оправдания полицейских акций или вооруженных авантюр. Кстати, поэтому я и не за Константинополь, и не за Рим, и не за Филарета. Игры в отцов, матерей и великих господинов до отвращения лицемерны. И об этом пишет вот Наталья. Отвечает Евтушенко. Отвечает Евтушенко. Теперь я отвечаю о конкурсе по сайту о Библии. Неясно, кто помогает. Как помогают людям понимать Священное Писание, Святую Библию? Там другие есть, я должен дать ответ. Сами решают назвать свой ответ верным или как? Почему так неясно? Даже ни слова нет об этом. Если Матфея 16, 18. Я говорю тебе, ты Петр. И на всем камне я создам церковь мою. Врата ада не одолеют ее. Значит, не с нас церковь началась. И понимание Святой Библии не с нашего века началось. Нужно знать, как это понимание было с самого начала создания Христом церкви его. Вот для этого и сохранилось сокровище с первого века. Толкование Святой Библии и Святыми Отцами Церкви. На нашем сайте есть это вот здесь. То есть, наш трехтом их показывает. Никита. Игнатий Тихонович, о каком чистилище вы часто говорите в своих видео? Что за мытарство? Где конкретно в Библии об этом идет речь? Отвечаю, о чистилище никогда не говорил. О мытарствах не в Библии, а в житиях святых. Василия Нового, Феодория Цареградской. Никита. Вы не против обсудить эти моменты по видеосвязи? Я живу с Иисусом, Он моя жизнь. Я отвечаю, я вам уже отвечал, что буду в городе, если Господу угодно. Только после 10 октября. Переписка закончена. Никита, с уважением. К вам. Я. Вчерашний день. В общем, суббота. Я узнал, что много едет машин. Очень большие самосвалы везут ячмень, видимо. С полей на урывку по нашему первому-второму мостику. Я решил посмотреть, как они там. Они разбомбили. Поехал, все нормально. Но табличка с одной стороны, где написано «одно каменистое», чтобы не сомневались, что не утонут. Она совсем выгорела. Замеры всякие сделал. Ехал дорогой. Там получилось так, что сумка упала, и все потерял, все замеры. Пошел к Надежде Васильевне узнать, как она нашла где-то. Вот, говорит, на этой бумаге писала, но, кажется, была обрезана. Я пошел стекло мерить, где обрезок оставался. Ну, и далее она написала снова это, и я снова туда поехал. Мотался туда-сюда. А тут в вечернюю баню сходили, в вечернее богослужение. Приехало два священника и с Ольгой Симоненко-Савченко. Женщина приехала, много побеседовали. Простились с Виталием, он уезжает в воскресенье, то есть сегодня. Это я отчет даю за вчерашнее. Там потом будет поставлено все по-хорошему. Ну, он все оставляет место, что если не заладится, то вернуться в город. Ну, я советую работу найти, хорошую. Сам строитель, я поэтому советую настройку. Ну, и наши ресурсы можно посмотреть. Вот, наш. Это что, вот как раз здесь я и выставил этот материал. Форум наш, 1607. Это Юрий Соболев пишет. Вот Андрей Кураев как раз об этом и говорит. Каждому дать. Свою автокефалию. Что-то засохло, не смог. Ну, наш видеоканал. Вот сегодня у меня, я выставил 10 роликов. Вечер, 55 часов. Во свете Библии наш сайт. Очень большой, богатый. И на этом все. Готовимся сейчас идти на богослужение уже. Готовимся. 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 Готовимся.